В Протвинском выставочном центре открылась очередная выставка. На этот раз автором работ выступил московский художник, член Союза художников России Юрий Махнёв. Выставка носит простое название Таруса и её окрестности. Первый вопрос, который приходит на ум, как московский художник попал в город Тарусу. Я про Тарусу давно слышал, меня даже туда приглашали, но почему-то я не ехал, потому что предпочтение переславливать давал. Когда попал, сразу влюбился, потому что нигде нет таких пространств, таких вод, лесов, небес, такого воздуха, как Тарусь. Если обратите внимание, то почти во всех тарусских картинах очень много пространства, воды, болей, то, что я люблю, что я настроил. На выставке представлено более 60 работ художника. Лёгкую, воздушную и одновременно экспрессивную живопись разбавляет точная графика. Я пишу то, что я люблю. Вот одно могу сказать. Сразу влюбляюсь и пишу. Общий профессиональный стаж Юрия Махнёва 30 лет. Стоит отметить, что большой отрезок этого времени он проработал в театре. Театр я любил. Вот сама среда, как бы она не очень моя оказалась. Но после того, как я поработал, ну много, говорю, много работал, осталось довольно большое количество эскизов театровых костюмов, которые сами, если их оформить, представляют, на мой взгляд, как художественное произведение. Буквально на днях закрылась ещё одна выставка художника, проходившая в Тарусе в честь Международного дня театра под названием «Весь мир костюм», где наряду с Юрием Махнёвым эскизы своих костюмов представила внучка знаменитого кутюрье Вячеслава Зайцева Маруся. Но вернёмся к выставке в Протвино. Многие протвинские художники впервые на её открытии познакомились с Юрием Махнёвым, а помогли этому знакомству Фёдор и Инесса Помиловы. Мне очень понравилась графика, и вот то, что я сейчас вижу, уже нравится, и живопись. В общем, я вас поздравляю, Юра. Я считаю, что есть чему поучиться художнику. Мне, мне кажется, и нашим художникам, и просто жителям увидеть, ну, какое-то новое течение в живописи. Мне очень нравится то, как она развешена. Она висит в свободной работе, тышит, и они очень интересны колористически. Настоящая живопись, когда человек идёт от пятна, от цвета. Приятен тот факт, что картина на выставке расположена в свободном порядке. Каждый не спеша можно подойти, изучить и оценить. Сделать это может каждый желающий до 23 июля.